В AllFix есть возможность чертить линии поддержки и сопротивления. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Смотрите, нажимаем левой кнопкой мыши на ценовую шкалу, вводим, находим нужную цену, например, 123 тысячи. Еще раз кликаем левой кнопкой мыши для фиксации. Также обратите внимание, что когда мы вводим мышку, нам показывается значение цены и слева значение горизонтального объема. Мы также можем использовать разные по функционалу уровни. Справа есть такая функция, как Line, и по сути это функция, которая отвечает за выбор типа того или иного уровня. Какие есть типы? Во-первых, это Day. Это уровень, который будет гореть на протяжении всего дня. Следующий уровень это GTC. Это фиксированный уровень, который устанавливается на 30 дней. Именно этот тип уровня я обычно использую для выделения уровня поддержки и сопротивления. Следующий Alert. Это алертовый уровень, то есть уровень, по достижении которого Валфикс выдаст нам сообщение и будет издавать звуковой сигнал. И последний уровень, это уровень с прочерком. Это тот уровень, который исчезает сразу после закрытия окна. В дальнейшем у вас будет открыто много других модулей, чтобы экономить время и не перечерчивать, например, разные уровни, которые у вас будут на графике. Можно воспользоваться функцией Setup и здесь есть пункт Lines. Давайте я покажу вот так. Lines и появляется у нас три таких пункта Copy, Paste и Delete All. Например, мы хотим перенести уровни с одного графика на другой. Нажимаем Copy и теперь откроем, например, Bar Chart, либо давайте лучше, например, Box Chart. И также для того, чтобы вставить уровни, мы нажимаем Setup, Lines и Paste. То есть у нас все эти уровни сразу же появляются на графике. Если мы хотим их удалить, то мы используем ту же функцию Lines, только нажимаем Delete All. На временной шкале тоже можно чертить различные уровни. Для этого просто кликаем левой кнопкой мыши на шкалу времени, двигаем, перемещаем мышку, находим, например, какой-то выброс объема. Нас интересует, в какое время он сформировался. И фиксируем еще раз левой кнопкой мыши, кликаем по шкале. Также хотел бы сказать, что уровни, которые мы чертим на графике, их можно раскрашивать в разные цвета. Для этого мы просто нажимаем правой кнопкой мыши на график, у нас появляется вот такое вот окошко, где мы можем выбрать, соответственно, цвет. Если мы, например, видим, что уровни у нас находятся выше рынка, выше текущей цены, мы можем отметить их, раскрасить их в красный цвет, как уровни сопротивления. Если мы хотим, видим, например, что у нас уровень находится где-то снизу, чтобы визуально было проще оценивать, где у нас уровни поддержки или сопротивления, мы можем просто его раскрасить в зеленый цвет. Тем самым у нас картинка становится более наглядной, и мы сами видим, где у нас уровни поддержки, а где у нас уровни сопротивления. На этом здесь все, и увидимся в следующем видеоуроке.